Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за просмотр. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес и мы даже немножко вам завидуем. В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем во многих других странах мира. Это очевидный факт. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом. И приносят свои видимые результаты. Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и безусловно будет добиваться тех целей, которые вы ставите. Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами встречались. Вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской народной республики в России. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот. У нас очень много совместных задач, целей. А Уверена, haga лиция? Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья, уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Занимают справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем. Мы внимательно ознакомились с Вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить эти вопросы. Знаем, что Вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права. Вы также понимаете, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и Вашу инициативу. Которым мы относимся, безусловно, с уважением. В целом, наше взаимодействие на международном арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Но завтра мы сможем поговорить об этом с участием наших партнеров и коллег. Сегодня я очень рад тому, что мы сошли возможность, мы нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной обстановке, в дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим вопросам. В интересах, я очень рада, чтобы вы сегодняшний день приезжали к этому познему. Мы очень рады, чтобы не были постоянными знакомыми взаимодействиями, связанные с тем, что мы очень рады. Мы очень рады, что мы здесь, в каком виде, и мы очень рады, и в каком виде, и в чем разуме. Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас как моим дорогим другом. Мне очень приятно по вашим приглашениям еще раз посетить Россию с государственным визитом. Тем более сразу после моего очередного перезбрания председателя ГНР и в качестве первой страны зарубежного визита я именно выбрал Россию. Вы только что вспомнили, что ровно 10 лет назад, когда я впервые сталкивался в России, председателя ГНР, также так я сделал Россию как первую страну для моего первого зарубежного визита. Вы напомнили мне об этом, и по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце. ГНР, это очень важно для международных стран. Вместе с тем, что международных стран, это очень важно для международных стран. Китайская страна уделяет также внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседних странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества. И именно этот статус определяет о том, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения. Как сразу после успешного завершения, после двадцатого съезда КПК, а также после недавней сессии Китайского парламента, после моего успешного перезборания как консультата КПК, а также представителями ОНР, вы сразу направили мне поздравительные телеграммы. Еще раз я выражаю вам большую признательность. Я сейчас знаю, что в следующем году, В этом году, в КПК, Продолжение следует... Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашим сильным руководствам за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Я уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях. Действительно, наши страны имеют многие одинаковые или схожие цели в нашем стране впереди. Продолжение следует... 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 В деле развития китайско-российского международного стратегического взаимодействия, мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире. А с другой стороны, в этом процессе добиться дальнейшего развития и развития в наших странах. Я вам весьма признателен за вашу очень добрую инициативу, за то, что сегодня мы будем с вами в формате один на один провести дружеский обед, с тем, чтобы во время этого общения мы могли бы обмениваться вопросом двусторонних характеров, а также всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Спасибо. Спасибо. Спасибо.